Всю ночь специалисты краевой избирательной комиссии собирали и обрабатывали протоколы, поступавшие к ним с каждого из 2202 участков. И хотя окончательный итог подведут через два дня, уже можно сказать, что выборы состоялись. Явка по региону 60%. То, что Красноярский край рубеж, планку в 60% преодолел, то это, конечно, безусловно, это очень хорошо, это высокая явка. Выше она была только, наверное, на референдуме по объединению Красноярского края. Три четверти избирателей края отдали свой голос за Владимира Путина. Результат остальных кандидатов не сильно отличается от общероссийского. В первой четверке, кроме действующего главы государства, Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Ксения Собчак. Высокая явка и поддержка нынешнего президента говорит о народном одобрении, уверены эксперты. Только в нашем регионе почти миллион человек проголосовал за Владимира Путина. Жители других сибирских регионов солидарны с Красноярским краем. Если перевести волеизъявление в сухие цифры статистики, то получится следующая картина. За Путина проголосовали в Тыве 91%, Кемерово 85%, по 71% в Новосибирске и Томске. Сильный президент, сильная Россия, Владимир Владимирович еще раз подтвердил этот свой уровень, статус. Мне кажется, остальные кандидаты были достойны. Ну просто вот так на сегодняшний этап мы имеем то, что мы имеем. И слава Богу, что население поддержало Владимира Владимировича. И мы сегодня очень спокойно в политической обстановке наконец-то перейдем к вопросам, которые касаются нас с вами. Реально самые отъявленные оппозиционеры понимают, что Путин сегодня это общенациональный лидер. Вот по поводу Путина есть общественный консенсус. Причем он такой, знаете, он не такой, это не очарованность новым появившимся лицом. Люди знают и плюсы, и минусы. Люди видят и достоинства, и недостатки. Но прежде всего они оценивают дееспособность человека, и его отзывчивость, и способность решать проблемы, которые стоят перед страной. Избрание Владимира Путина на новый срок дает красноярцам уверенность, что все поддержанные им проекты, а это создание макроэкономического региона Енисейская Сибирь, газификация и строительство метро, будут реализованы. Хотел бы поблагодарить, конечно, прежде всего красноярцев за их понимание. Понимание того, что они голосуют не просто за абстрактного президента. Голосуют за национального лидера, которым Путин, безусловно, является уже многие годы. И, что не менее важно, голосуют за свою собственную судьбу, за перспективы края, которая неразрывно связана с поддержкой президента. Окончательные итоги выборов президента мы узнаем к 23 марта. Именно тогда, если все пройдет без задержек, Центральная избирательная комиссия России огласит окончательные результаты. Сергей Сеславин, Павел Пателицын. Новости.